итак вот мы приехали кегетинское ущелье здесь сейчас у нас начинается дорога на кольтор озеро горное горное озеро кольтор собственно погодка в принципе отлично если вот дождик еще не польет будет вообще супер а так в целом офигенная погода облачка тут же если верить бумагам стартовым то мы стартуем с 1800 метров должны будем дойти до 2770 и там будет находиться озеро ну будем посмотреть как говорится и кстати домик если я не ошибаюсь это как раз этих союза пешеходного туризма кыргызстана домик гостевой может быть когда-нибудь сюда приедем поотдыхаем еще тоже поехали большая лужа туда текет и сюда текет и сюда текет везде текет везде текет везде текет говорю речка в ущелье вообще конечно ништяк вот так в эту сторону смотришь и вот такая красота а потом такой опа а тут живут юрты и прочее прочее классно местные колориты будет это племянник а кстати да вот это вот прикол как мы видим солнечная батарея в прошлом выходе на актюзе тоже были юрты с солнечными батареями идем дальше сказать что это все офигенно это можно даже ничего не говорить так говнозем офигенное место я все-таки не успел ботинки взять ботинки взять не успел а здесь бы они как никогда пригодились идем дальше а вот и ручейки которые идут вдоль нашего маршрута камеру не получается выпускать из рук такие виды обалденные я думаю фотографии будет очень много иди-иди я сейчас отдышусь и помру а догоню где-то мы третью часть промашка же промаршировали наверно хотя по такой дороге я бы шел и шел девчонки идут очередная речка сейчас разуваемся и босиком вот так вот как те дамы поехали речка речка тепло тепло аж с носа потекло вообще прелесть банчиком заволакивать все равно туда дойдем особо хитрые ставят вот камушки кидают и играют в горных козлов но мы сюда не для этого пришли поэтому пойдем по воде так пробуем век так сыро мокро колючих с помощью великой твою мать попробуем пили ах твою мать серьезно свежо хорошо там маршрут ищет ищет а возможно этого не сильно видно хотя вот сейчас видно хорошо туман опускается на нас а там ни хрена не видно это племянник мы а вот туда мы идем а вот тут мое задыхающийся пузо вот туда куда-то туда мы идем я я неимоверно счастлив честное слово идти сюда вот а вот этот человек который ведет нас по маршруту привет человек короче идем потеем потихонечку еще мокнем от этого от тумана что-то мне уже раскатилась купаться в озере дойдете зажаритесь не я что-то уже как после бани в бассейн короче ништяк в общем пару минут спустя давай потихоньку надеюсь зайду вон там внизу шумит река я мог я думаю вы слышите это офигенно ни хрена ничего не видно все в тумане жуть просто я весь мокрый и немножко уставший но в целом довольны и очень довольны но уставший идем дальше а я не мог пропустить это место не снять не показать вам чтобы у вас от зависти все лопнуло ребята здоровья вам всем это такой доисторически плоский юмор в условиях гор красота же а мне он туда дальше а сейчас мои дорогие дети асфальта я покажу вам то что возможно многие из вас видели только на фотографиях вот так вот мои городские друзья выглядит водопад честно говоря я сам охреневаю просто офигенно это просто офигенно я бы здесь еще с часок посидел порадовался шуму но хочется увидеть это озеро скорее всего что с него истекает эта река вот оттуда мы шли шли и и пришли вот сюда судя по тому что наш гид уже кушает мы дошли сейчас я поднимусь повыше и посмотрим что там они смотрят а наверху у нас поляна что округа я думал ты про земной шар короче сейчас как-то пойдем не знаю а там в тумане деревья что мы короче куда-то куда-то туда идем вдаль в туман ежики ежик ежик в туман пошел это будет весело я так думаю ну что ж медленно но верно приближаемся к озеру кольтор к высокогорному вот нам я думаю что нам осталось подняться вон туда всего-то ничего чуть-чуть осталось чуть-чуть осталось да мы наверно дойдем я по крайней мере постараюсь часть уже отстала остались там человек наверно 5-6 дальше не пошли большая группа ушла вон они ну короче там далеки а я и догоняю набрал свеженькой хорошенькой водички холодненькой полную фляжку вот ледяная вкусно не напьешься но много нельзя холодно дойдем соплю утрем и дойдем вот это осыпь камни осыпались так они вот так вот идут ниже 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 здесь может не слышно на видео но это река она идет где-то середины горы скорее всего там за перевалом уже озеро находится по крайней мере я надеюсь ну или мой организм надеется в общем где-то там за перевалом короче река сквозь часть горы где-то проходит вниз подмывает грунт и образуется вот такие вот обвалы осыпи там начинается но на самом деле вода начинает течь где-то на месте все остальное время она идет под землей это жесть я все-таки надеюсь я на дойду но что организм уже говорит что он очень устал не ожидал я от себя такого всего каких-то 900 метров перепада старт на тысячу 1800 финиш на 2770 я думаю где-то мы уже на 2600 ну так примерно загадывать не будем придем там видно уставший но довольный вот чтобы промоина вот это не увеличивалась и здесь не получилось такое селе опасное место ну и что дальше не увеличилась эта проблема построена вот такая штука что-то вроде барьера это много крупных камней в сетке перемотаны и выложены ступеньками вот температура понижается значит озеро где-то рядом ледничок здесь вот где-то там уже рядом почти еще чуть-чуть итак высокогорное озеро кольтор 2770 метров по моему ну или 2700 чем-то вот примерно так сожалению я не успел добежать чтобы посмотреть красоту самого озера попал на туман пальцы немного не имеют красненькие вот вода ужасно холодная увы свинарник на берегу но прикольно стартанули мы с и вот народ разбежался по берегу пошли там пожевать примешь сейчас чай попьют поедят и двинем обратную сторону вышли мы без в половину 11 я сюда пришел без без 22 немножко задержался ну тяжеловато далась дорогах 900 метров перепад все-таки вещь классная в целом же я доволен просто обалденный вид уже немножко переоделся потому что весь мокрый был вот и не знаю что либо говорить на эту тему очень сложно потому что вообще сложно передать словами то что здесь есть то что творится вокруг это надо прожить и прийти приехать посмотреть здесь подышать это как минимум ну с учетом того что здесь куча тумана и туман еще набегает вот он снизу пытается сверху падает и снизу идет ветром его несет вот кстати видите вот просела земля здесь вот где-то говорят еще должны быть уровни чтобы можно было определить уровень озера но сейчас к сожалению их не видно и часть из них как сказал человек который меня попался на пути группа ушла на ледник в ту сторону вот он сказал что часть этих маяков украли на металл ну может быть на металл может хотя не знаю какому дыроку придет в голову тащиться с рельсами а именно из рельсов сделаны эти штуки были отсюда ну не знаю ладно у меня у меня выходной выдался удачный классный чего и вам желаю пока